...изма и ксенофобии. На презентации газеты побывала Наталья Зайцева. Идея выпускать антифашистскую газету в Петрозаводске появилась два года назад. Тогда вышло три номера, но издание пришлось прекратить из-за недостатка финансирования. Теперь газету поддерживает комиссия по демократии и посольство США. Статьи пишут студенты, активисты молодежной правозащитной группы. В данном номере у меня интервью с Александром Файзером Ахмановичем Ясуповым, это доцент кафедры всеобщей истории, о том, как он читал свои лекции в различных школах города о фашизме. Он специалист по фашизмам и в том числе по неофашизму. Первый номер газеты – своего рода отчет о деятельности карельских антифашистов. На их счету не только просветительская работа, но и акции по закрашиванию ксенофобских надписей, обращение в прокуратуру по фактам распространения антисемитизма, помощь в организации музея узников фашистских лагерей. Свою основную задачу создатели газеты видят в том, чтобы воспитывать в людях терпимость. Эту идею обсудили на презентации. В чем-то толерантность надо повышать, а с другой стороны, ее в чем-то надо снижать. Чтобы мы были чувствительнее к другой боли, к боли другого человека, у нас должна быть для этого достаточно низкая толерантность. Руководитель молодежной правозащитной группы Максим Ефимов объяснил, как понимает толерантность автор газеты. Прежде всего, это терпимое отношение к инаковыглядящим, к инакомыслящим. И к людям, которые не похожи на нас, исповедуют другую веру, другого цвета кожи и так далее и тому подобное. То, о чем говорили вы, это терпимость козлу. Так вот, не должно быть этого, конечно. Газета «Час. Ноль» будет выходить каждый месяц с тиражом в тысячу экземпляров. Раздаваться будет бесплатно. Ближайшие планы антифашистов – издать сборник статей «Демократия. Мой выбор» и записать компакт-диск с лекциями местных преподавателей.